Ну, говорите здравствуйте, Маша. Здравствуйте. О, отлично, отлично. Все хорошо, я готов. Ирина, я прошу прощения за пятницу, но это вот, наверное, только со мной такое может происходить. Ну, наверное, переждали, передавили. Ну да, здесь маленький такой. Слышь, видно меня хорошо, да? Да, да. Начинайте. Какая у нас задачка? В какой ситуации находимся, Маша? Я хочу изменить себя. Вот так вот. Хочу изменить себя, да. Так, чтобы изменилась полностью моя жизнь. Ну, не просто, а хочу, чтобы жизнь изменилась. С которой промежуток времени готовы на это положить? Ну, вообще, я так, девушка медлительная, могу много времени тратить, но... Нет, 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 я сейчас не о том, сколько вы его тратите. А за какой период времени вы для себя решаете, что это возможно? Я думаю, полгода для этого вполне достаточно. Хорошо. Я, наверное, просто расскажу то, что меня беспокоит, то, что мне не нравится со мной с тебе. А вот... Давайте начнем с того, что бы хотелось. Что же без конца констатировать то, что не нравится. Значит, вы там и жить находиться будете, Маша? Да. Да? Я же с упоением прям хожу и говорю, мне это не нравится, мне это не нравится. Оно прям на голову садится. Если вы решили поменяться, тогда сначала результат, к которому вы хотите прийти, а потом уже от результата что нужно изменить? Так, ну, задача какая в первую очередь? Что хочу? Хочу? Нет, нормальную семью это не то. Хочу истинного супружествовать по-человечески, чтобы отношения были сложные. И реализации в социуме, но так, как мне хочется, так, как я это вижу. А как вам хочется? Как вы это видите? Реализация в социуме? Я это вижу так, что я занимаюсь тем, что я хочу делать. Конкретно, Маша, ну, маленький ребенок сидит, говорит, я хочу, я хочу. Конкретику дай, конкретику, чтобы вы сами себя слышали. У меня творческий проект, но, то есть, одно дело у меня есть, которое доход сейчас приносит. Мне хотелось бы еще в одном развиваться, но здесь не хватает немножко. Но, опять же, надо убирать то, что мне в себе не нравится. Лет вам сколько? Лет вам сколько? Лет. Возраст? 30. 30. А по знаку зодиака кто? Спонсор тельца. Нет, нет, по знаку скажите. Ну, или когда родились? Телец. Телец. Хорошо. Что будем менять? Что будем менять? Есть такая штука. Я начну в порядке убывания, то есть, от менее значимого, более значимого. От простого к сложному. А если от сложного к простому? А сейчас зависим, боюсь. Я просто думаю, что это все звенья одной цепи. Возможно, я заблуждаюсь. Вот. Но мне кажется, что это звенья все одной цепи. Во-первых, я очень тормозная. Нет, вы не тормозная. У вас все в голове. Вы мало что делаете. Да. Вот тормозная в том плане, что я вечно везде опаздываю. Пока 7 раз отмеряю, резать уже нечего. Плюс ко всему, абсолютная нерешительность. То есть, пока я не доведу до совершенства, какое оно у меня в голове должно быть, совершенство. Я рот не открываю. И претензии предъявляю, кто же в этом виноват. Ну, кроме меня никто, по большому счету, не виноват. Но есть еще, наверное, товарищи, которые поспособствовали. Поспособствовали, да. Значит, это первое. Это то, что мешает, на мой взгляд, мне в таком хорошем развитии социума. Это раз. Еще что. Я очень хочу бросить курить, у меня ничего не получается. Все мои попытки успехом не увенчиваются. Многолетние попытки. Не знаю, насколько это к этому относится. И еще, конечно, самое главное. Это то, что любимый человек не выбрал меня все-таки в отношении. Жить я с этим в принципе могу, но как-то мне... Я когда теряю надежду вообще на это, мне становится просто... Ну, смысл я вообще как-то не потеряю. Это бывает периодически у меня такое. Так-то я себя занимаюсь. Всегда есть чем заняться. Скучно будет бывать. Но здесь проблема, естественно, не в мужчине. Вот здесь проблема во мне. И проблема застарелая. Тянется она на протяжении уже многих лет. Спать с мужчинами я не могу. Почему? Как только доходит дело, я, как дурочка дурацкая, я вылупляю глаза. Вот. И у меня начинается поток мыслей в голове. Что вот я одна из там 20-30-50, вот. И меня не любят. И все так иначе. Хорошо. А как для вас понятно, что вас любят? Как это должно быть? Вот чтобы вы поняли, что вас любят. Вот как не любят, вы знаете. А как любят, это как? Как любят? Да. Ну, я, наверное, это должна чувствовать. То есть я не утверждаю, что... Как это? Как это, Маш? Как это? В действии как это? Что на меня не жалко времени. Вот. Что его со мной проводят достаточно. Ну, то есть там не раз в месяц, там, два месяца. Он женатый, что ли? Он женат, ваш любимый? Ну, сейчас... Ну, у меня там старая, долгая, застарелая история тянется. Вот. Он здесь ни при чем. Он делал попытки в свое время. Для него, ну, понятно, кому это понравится. Молодой мужик, естественно, нужна женщина. Я понимаю, что мы сейчас дружим, мы друзья. Так, дальше пошли. Как вам понятно, что вас любят? Времени на вас тратят. Значит, залипнула. Вот я к нему прилипла, чтобы ничем, никак, княчь, крести, ни в коем случае. Допустим. Дальше еще. Так, время... Ну, вот, не знаю. Слов доброго не услышишь. Вот что... Нет, она, в общем-то, плохого тоже ничего не говорит. Вот. Еще раз, Маш. Вот вы хотите того, чего не знаете. Почему жизнь не складывается? Потому что вы не знаете, чего вы хотите. Да? Вот конкретно. Вот конкретно. Чего вы хотите? Чего мне достоинство? Внимание я поняла. Без прикословного поклонения я поняла. Еще чего? Еще чего? Ой. Я не знаю, как это описать словами. То есть, у меня, наверное, с русским языком плохо. И чтобы это не было жертвоприношением каким-то в то же время. Чтобы любовь была безусловия. Ну, как-то так вот. Переворачиваем ситуацию. Вы кому-то в таком нонешнем сегодня состоянии, с этими вот замотами, с головными, где баталии разыгрываются, на Ваш взгляд, кому-то надо? Никому не надо, поэтому я хочу все это убрать. Убрать это что, значит, в Вашем понимании? Я просто хочу понять, да, вот какая модель у Вас присутствует. Вы хотите убрать что? У меня, смотрите, какая ситуация получается, что я нахожусь постоянно, ну, в взаимоотношениях с мужчинами, я нахожусь все время в одной и той же апостаси. То есть, либо я мамочка-наседка, вот, там, покормить, а ты почему не выспавшись, и все прочее. Либо я девочка такая, девочка-девочка-девочка, а женщины нет. Женщины нет, друг, там, все, хорошо, жилетка, напоплакать, а женщину я проявить не могу, я не чувствую себя, женщины. Как это в Вашем проявлении, как Вы думаете, кто такая женщина, что, какое основное качество ее? Основное качество? Сексабильность. Готовность. Опа, это что за вожделение у Вас там где-то оно? Почему тогда не позволяете себе просто спать с мужчинами, коль Вы обладаете таким скрытым, нереализованным потенциалом? Сексабильность – это проституция, простите меня. Я завлекать завлекаю, да? А потом переспала и пошла. Значит, Ваше внимание мужчин, на которое Вы рассчитываете, да, оно основано на том, что вот много-много, один, второй, третий, пятый, десятый, двадцатый. Это, чтобы всем нравилось. Я не была не спать. Сексабильность – это когда идет состояние, вот я глазками поморгала, там, попкой покрутила и свалила. А ты страдай. Да. Да? Так, хорошо. Чья модель, откуда взяли? Понятия не имею вообще. Понятия не имею. У меня довольно сложное отношение с мамой и, ну, в настоящее время, в общем, одно время мы как-то даже дружили, но мама очень властная, вот, и стремление вот это вот подавить мою волю, сделать так, чтобы я жила только ее интересами, ее трудностями, да, собственно говоря, у меня это в какой-то момент получилось, она добилась того, что я полностью слилась вот, ну, с ее жизнью. Вот, и понятно, что это ее модель, ее модель абсолютно. Нет, просто мама в вас вас подавляет, вы не позволяете с мужчинами, с мужчинами себе, просто не позволяете быть сама собой. Правильно? Я все время играю, я все время пытаюсь понравиться, показаться не то, что лучше, чем я на самом деле есть, а продемонстрировать свои достоинства, да. Ну, вы тело вперед выдвигаете, задаете тон, что вы вот такая замечательная, классная, да, заявляете позицию, которой абсолютно не соответствуете. Потом, как только видите, что мужчина уходит, вы тогда включаете две знаковые для вас ипостаси. Или мама, или девочка. Девочка плачущая, а мама сюда на бечевке притягивающая стоять, молчать, да? Да, да, да. Ну, у мамы это все в открытом формате, а, ну, открыто она это все выражает. А вот, а у меня это получается как-то, ну, как это называется-то, господи, серый кардинал. Вот так вот. Вот таким макаром. Но я совершенно не хочу быть такой, как мама, потому что я хочу быть женщиной, а не мужиком в юбке. На ваш взгляд, какими достоинствами и какими качествами обладает женщина? Женственность, мягкость, податливость. Ну, попробуйте мне сейчас это продемонстрировать, коль вы это знаете. Да. Ощутите себя мягкой, податливой, еще там какой-то, женственной. Вы же на меня сидите и наезжаете. А я прям хочется сказать, здравствуй, мама. Оборонительная позиция почему чаще бывает? Разница в позиции? Наверное, потому что слишком часто в голове уже засело, что я говорю, что я сволочь. Ну, нецезорную лексику употреблять не буду. Вот это засело хорошо в голове. Если это засело, и вы туда это вбили, другое ничего не пробовали по отношению к себе так видеть? Не получается. Я говорю даже, я не знаю почему, я прекрасно танцую, у меня руки растут откуда-то, по словам тех, кто видел это все. Но далеко не все об этом знают, я просто не могу это демонстрировать. Мне кажется все время, что что-то не так, что-то недостаточно хорошо с моей точки зрения. Нет, ну давайте чуть поглубже. Вот когда ребенок растет, да? Если он являлся не очень желанным в процессе мамы, ну мама, что же женщина, да? Вот женщина с мужчиной, когда начинают встречаться, у каждого из них есть свои ожидания. У женщины одно ожидание, у мужчины другое ожидание. Потом, как получается, да, раньше времени начали заниматься сексом, потом случилась беременность. И потом, значит, деваться некуда, ну типа того, что замуж там как-то, как-то. Но ожидания никуда не делись. И как только эти ожидания, да, все в большей и в большей степени не оправдываются, а страх у любой женщины присутствует, к сожалению, то тогда должно быть такое перенос называется, да? И мы все свои несбывшиеся ожидания и все свои женские заморочки начинаем на дочке-то отыгрывать. Все недостаточно хорошо. Но это было очень давно. Ну, судя по тому, что вам 30 лет, или вы до сих пор с ней живете вместе? Ну, я сейчас от нее, скажем так, отделилась. Физически полностью отделиться не получается. У меня просто большой дом, и возможности позволяют... Ну, в любом случае вы живете вместе, да? Ну, да. Значит, вы как домой заходите, и прям маленькая девочка. Состояние включаете, привычка называется. Правильно? И начинаете шустрить. Внешне шустрю. Маме ж надо нравиться. Потому что мама ж агрессию включит, да? А внутри начинаю прям злиться, злиться. Протест. Протест. А что вам мешает, ну, как-то съехать там, ну, не знаю, в квартиру там или куда-то? Квартиру мне не хочется. Я дело в том, что довольно много сил приложила для того, чтобы жить именно в частном доме. Вот. Здесь есть возможность отделиться. Я просто никогда не думала, я просто никогда не думала о том, что мне придется это делать, но сейчас в ближайший год я планирую это сделать. То есть физически это сделать можно. Как часто мама заходит на вашу территорию? Да когда угодно, когда ей вздумается. Ну, не часто, не часто. Я пересекаюсь с ней, ну, просто я уже пересекаюсь. Я стараюсь уже в последнее время вообще ни на глаза не попадаться. Так куда тратятся ваши силы? На борьбу с мамой. Зачем? Не знаю. Вы что хотите ей доказать, Маша? Я хочу, чтобы она меня оставила в покое. Она вас не оставит в покое до тех пор, пока вы с ней находитесь на одном пространстве. Вы – смысл ее жизни. Очень просто. Когда у женщины не реализуются свои собственные идеи и задачи, значит, тогда она начинает безапелляционно, сбрасывая свой негатив и непрожитые ситуации, несбывшиеся желания. Она требует, чтобы дочь, ну, ребенок, да, это исполняли, потому что внутри ее идет состояние «я не смогла». Значит, вы тогда будете единственным камнем преткновения, которого будут пинать ногами, только для того, чтобы оправдать себя, что вот если не я, то с нее бы ничего не получилось. Ну, так смысл? Какой бы дом у вас большой ни был, как только у мамы поднимается состояние неприязни, она моментально вспоминает о вас. А вы держите эту защиту, потому что это тоже многолетний труд, 30 лет держать одно и то же. У вас не хватит сил ни на мужчину, ни на какие-то проекты дополнительные. Да, у вас будет работать четкая программа выживаемости, потому что у вас как маяк, да, вот домой идти, все, уже включилось. Мама идет, уже шаги слышу, уже опять включилась. Да, в последнее время просто это особенно обострилось, я говорю, я просто сбросилась, но я понимаю, помогаясь родителям, все. Но в какой-то момент абсолютно правильно, я на все ее навязание, вот ты должна родиться хотя бы для себя, туда-сюда. Нет, это чтобы вы никуда не делись. А отец где? Папа дух, с папой хорошее отношение. Ну, у папы есть нюансы, конечно, определенные. Папа подавлен мамой? Абсолютно. Абсолютно. Значит, у вас нет от него, он вам не предоставляет безопасность и защиту, да, от мамы? Ну, только в определенной мере. По крайней мере, что касается него, по крайней мере, он меня не дергает, по крайней мере, я гадости от него не слушаю никак. Нет, мы сейчас немножко не о том, да. У вас вся жизнь состоит из материнских гадостей, Маша. Другого вы ничего не видите. Подождите. А мужчина в вашем... Подождите, Маша. А мужчина в вашем понимании. Или тот, которого вы любите, и вас, который не берет, чаще всего женатые или занятые. Или такие пассивные, которого хочется обнять и плакать. Папа, здравствуй. И у вас всегда их двое. Одного люблю, с другим там что-то делаю. Ну, чтобы не быть одной. Не, ну, у меня такого нет. То есть я абсолютно в этом смысле... Вот я в одного вперелась, и все. Я живу уже, по-моему, лет 8. Вот. Да. Это страшное, страшное дело. Но я просто... Ну, как это... Я не знаю, как это объяснить. Откуда у вас столько обиды? Конкретно скажите мне, на что вы по жизни обижаетесь? На что обижалась по жизни? Сейчас подумаю. Вообще, наверное, только последние годы 3 стало полегче. Вот. А до того времени я была вообще страшная. Не так мне ответили по телефону. Вот. Не так со мной поговорили. Не так на меня посмотрели. Вот. Но вы включали маму. Значит, я плохая, я нехорошая, я неинтересная. Все. А тут уже я пошла себя обичевать. Как отыгрывается модель? Значит, вы дома наелись. Вот прям с мамой наелись выше крыши. Потом вы выходите в люди, условно, к друзьям, к товарищам. И начинаете с пренебрежением смотреть, как они недостаточно хорошо к вам относятся. То бишь, маму отыгрываем. Дома у меня беда. Но чтобы не умереть и как-то адекват какой-то хотя бы был, значит, негатив нужно сбрасывать. Вот я вышла, сбросила. Народ от меня стал закрываться, уходить, отходить. Я люблю предистального мужчину, красивого рыцаря, вот такого-сякого. Как он только ко мне заходит, я ласцу прямо, мол, на шею иди сюда. Он бедный, так что мне делать? А потом я начинаю истерить и требовать к себе внимания, там, обожания и всего прочего. Как только он разворачивается, обожание, я говорю, не может этого быть. И начинаю опять истерику, типа того, что ты все не так делаешь. Вот ваша модель, да? Но, ну вот представьте, вот если так много лет, ничего не получается. Причина в ваших действиях. Причина какая? Человек, неважно, мужчина, женщина, да? Он привык себе лгать с самого детства. И это происходит так, что в свое время, наверное, лет там в 20-18, когда совсем был пик непростых отношений с мамой, вы куда-то хотели рвануть. Ну, там, замуж, я не знаю, там, во что-то верили, там, мужчине верили, там, как-то. Ну, как-то вы себе придумали, что вот это любовь. Но это была не любовь, это было жуткое желание переложить ответственность на кого-то, но самое главное, от мамы с папой свалить. Скорее всего, потерпели фиаско. И подтвердили, что пусть с ним мама такая-сякая, но она хоть из дома не выгоняет. А мужчину-то не взял, значит, веры им нет совсем. Не верю. Не верю. Так вы не верите, потому что на папу смотрите. И так и не получили до 30 лет от мамы защиту. Но никто не в курсе событий. Хочу, чтобы вы это увидели. Что мужчины, с которыми вы общаетесь, да, они вообще к вашему папе отношения не имеют никакого. А вы на них одеваете автоматом платье и решаете всегда не ту задачу, которую себе проговариваете. Вам нужно уходить из дома, а вы ищете мужчину, который вас забрал бы. Понимаете? Выгода у вас уйти из дома гарантирована, потому что действия у вас, ну, структурного, вам очень сложно быть дисциплинированной. Жаско. Значит, у вас конца нет. Вы начинаете, заматываетесь, заматываетесь, и уже забыли, с чего начинали, и вообще хочется плакать, и кто тут виноват, и сейчас я вам все расскажу, что я о вас думаю. А начало, что было, я забыла. Так вот, нужно начинать в вашем случае, чтобы это получалось с результата. Результат – это состояние, когда я беру свою жизнь в собственные руки. Сначала решаю, вы же не за дом держитесь. Вы держитесь за ту пресловутую семью, ну, вот ту привычную картину мира, которую, когда вы бибаете на ненадолго, вы там ее быстренько воспроизводите, условно, в месяца три, а то и два. И потом понимаете, что там еще хуже. Маме хоть поплакать можно, папе там хоть как-то там, что-то можно как-то, они же все свои, да. А все вообще чужие люди, кошмар какой-то. Эти мужики-то эти недоразвитые вообще, что им надо, непонятно. Я там позвездила-позвездила, и сюда опять свалила в комнатуху свою, дверку закрыла, говорю, все хорошо. Но на самом деле это задачка какая? Вам нужно научиться дисциплинарно дисциплинарно нести ответственность за свою жизнь. Ставится период времени, условно, три недели, да. За эти три недели вы съезжаете в квартиру, дай бог, чтобы она у вас была, да. Налаживаете самостоятельно свой быт. Начинаете четко соблюдать те действия, которые вы будете делать с утра до вечера. То, что касается работы, то, что касается отношений, да. И самое главное, чтобы вы честно понимали, сначала, сначала вы для себя решаете. Допустим, хотите новый проект, да. Что вы в этом проекте хотите получить? Если это знание, удовлетворенность, одна история, если это бизнес, то это другая история. И модели там совсем разные. Если просто поиграться, да, до вопросов нет, пожалуйста. Если это бизнес, то там никаких эмоций нет. Там есть абсолютный расчет. Что делаем, как делаем, по какой причине делаем. Сколько раз в день, в неделю, в месяц сделаем. Какой выход имеем, да. Все, везде ходим от результата. Точно так же, как с мамой и с папой. Если вы от них живете финансово отдельно, значит, вам нужно выстраивать отношения таким образом, что вы назначаете время для себя самой, когда вы приезжаете. В каком формате вы общаетесь. Вам нужно оставлять за собой право вставать и уходить, прерывать беседу, когда мама вами недовольна. И с мужчинами не то, что дружить. Их хотя бы немножко познать надо. Познать. Опознать – это увидеть не папу в ком-то, да, и не досягаемого там рыцаря, принца, который никогда моим не будет, но я его всю жизнь буду любить. Это такая защитная реакция, чтобы выжить называется, да. Иллюзия же она способствует чему? Что я до нее хоть доползу, как в пустыне за стаканом воды. Пустыни нет, стакана воды нет, а я все ползу. Вот чего вам не достает, собственно говоря, это не так страшно. Структуры, дисциплины и честности с самосовой. Все. Только это. А как быть с тем, чтобы вот нормально взаимодействовать в горизонтальной плоскости с мужчиной? Как с этим быть? Ну так вот у вас же блок стоит на тему того, что вас, наверное, в юности не взяли. Я недавно перебирала и поняла, что это еще и до этого момента было. Действительно, я получила подтверждение. Я вот совершенно недавно это обнаружила. То есть я винила, ну как бы винила человека в том, что вообще нехорошо так поступать, да, и для такой умнительной челкнутой дамы такие действия. А он откуда в курсе вообще? Какая вы? Это же ваша личная заморочка. Вы думаете, что все мир знает о вашей мнительности? Нет, они вообще не в курсе событий. Получается, что да. А потом я просто поняла, что у меня-то это то же самое было и до него. Я почему так же в кровать ложилась с этим же. С этим же вот меня не любят, вот меня используют, вот. Я недостаточно хороша. Буду и не дай бог. Опять мама полезла, да, аж губы перекашивает. Вы ее какой-нибудь в угол поставить можете, нет? Другую модельку-то, да? Подхожу к зеркалу и смотрю на себя и понимаю, что другого лица у меня не будет. Другой фигуры не будет. Другого здоровья, если я буду так над собой издеваться, тоже не будет. И вот самое парадоксальное, что люди, особенно женщины, в сегодняшний момент, они, бичуя себя, никак понять не могут, что другое тело, оно ниоткуда не придет. Вот оно вам дано только для того, чтобы вы научились саму себя любить. И если относиться к себе бережно и с удовольствием, и не загонять себя без конца в угол чужими словами, то тогда постепенно, как вы правильно сказали, верно заметили, в течение полугода потихоньку модель начнет меняться. Только меняться. Когда вам хочется себя побичевать, вы прямо к зеркалу подходите и говорите, Маша, Маша, ну вот это сейчас вот скажи, пожалуйста, с какого чула она-то вытащила опять вот эти вот какие-то обвинительные акты? Они уж паутиной поросли. А ты все ходишь и обвиняешь. Кого? За что? Почему? Потому что ребенок в вашей ситуации, да, он, чтобы пережить непростое отношение мамы, он должен был придумать какую-то себе историю. Вот вы и придумали какую-то историю. И потом все, жданки ждали. Сейчас раз, и мама сразу полюбит. Сейчас раз, и папа защитится. Ни мама, ни папа в курсе событий. Не вообще вот, да, никак. И у вас картинка никак не сходилась. А в силу того, что развивалась такая очень устойчивая жертва на основе чувства вины, то мама прям раздирает. Прийти и сказать вам гадость. Ну так вы относитесь к себе бережно и удивляетесь, когда мама каждый раз заходит к вам в комнату без стука, да, а вы ее по имени-отчеству называете и говорите, Мария Ивановна, вот сколько я на тебе любуюсь 30 лет. Вот я все жду. Когда же ты научишься-то уважать и себя, и меня? Взрослеем, взрослеем. У мамы будет стопор. У мамы будет стопор. Конечно, тут прозрело, рот открыло. Но тем не менее, чтобы не держать оборону в таком формате ежедневно дома, это сложно, да, при огромном внутреннем тягучем таком диалоге, который вы ведете, да, внутри сопротивляясь, внешне молчу там, или как эта собачонка такая сейчас красивая. Я не молчу. Ну так толку-то от этого. Это же последовательность. Какая вы раба? Сначала вы в себе агрессию взращиваете. Агрессия всегда идет защитой, когда вы прям вот выплевываете все это. И потом вам опять нужно огромное количество сил. А мама этим и питается. Мама на жизни не очень удачная с папой. И она таким образом от вас получает внимание. Внимание, собственно говоря, может быть как плюсом, так и минусом. Но в силу того, что плюса нет, ну я хоть минусом-то, да, вот. А вы играете по ее правилам. Вы, ну, без конца от нее зависите. Почему дела идут с мужчинами не очень хорошо? Потому что у вас нет ни сил, ни времени, чтобы спокойно сориентироваться и немножечко понять, что происходит. Какой мужчина, да, что хочу, куда иду, что делать собираюсь вообще, да. У вас вся битва идет с мамой. Мама у вас должна быть красивая, жизнерадостная, высокомерная. Вы у меня девушка плачущая, плоховидящая и всегда недовольна. Да, вы маму кормите собой. Вот это ваш выбор. Так что дом – это очень, ну, очень надуманная ваша история, потому что это единственное, на ваш взгляд, безопасное такое место, где все привычно. Ну вот, испокон, да, 30 лет было одно и то же. Это та искусственная безопасность, которую ребенок принимает, безусловно. Значит, во мне вы будете всегда выстраивать ту же модель поведения. Со слабым мужчиной вы будете мамой, а с сильным мужчиной, красивым, достойным, да, вы будете девочкой, которая будет подскуливать, возьми меня, пожалуйста. А мужчина – хороший, достойный рыцарь, ну, все хорошо у него. Он с девочками не спит. Да. И с родственниками тоже. Абсолютно. Абсолютно. Так что первое, да, на что вам нужно обратить внимание, принять решение, это будет ваше осознанное решение, когда вы совершите определенные действия и решите свой вопрос, где вы будете жить самостоятельно. Вот это первое, что вам нужно сделать. Оно будет колбасить на тему неудобства, непривычки, но вы перестанете вести диалог с мамой. Ну, единственное, что только недавно мне удалось это сделать, то есть я фактически, то есть я с ней не питаюсь, я перестала. Да неважно. Ну, неважно. Вы находитесь на одной территории. Отмечайте. Вот почему очень важно познать себя, да, познать себя и отметить. Вот вы домой только собираетесь ехать, у вас состояние моментально меняется. Вы вся скукоживаетесь, и начинается такая вот прям борьба внутренняя. Ирина, еще лучше то, что я работаю дома, то есть у меня нет необходимости офис снимать, я нахожусь практически постоянно дома. Вот и проверьте себя, сколько вы работаете, сколько вы с мамой боретесь. В лучшем случае 70 на 30. Да. То есть я сплю максимум 6 часов в сутки, просто мне не хватает времени на то, чтобы заниматься своими делами. Я занимаюсь маленькими проблемами, занималась маленькими проблемами, да. И как только я от этого отказалась, я сказала, я согласна помогать, но не брать на себя все твои обязательства по ведению домашнего хозяйства, по дому какие-то. Все, я сразу стала плохой. Конечно. Вы ушли из-под вообще, рук отбились-то. Кто позволил-то? Да, да. Жизнь начала мамой нарушиться. Да. Мало того, что я, ну я же должна быть, как все нормальные люди, выйти замуж. Не важно за кого. Кому должна-то, не помните? Да я вроде толпну, кого ничего не брала, поэтому никому ничего не должна. Мама не слышит меня, она не понимает. Я ей уже прямо заявила. Ты знаешь, я говорю, у нас крепостное право в 1861 году отмели. Я не крепостное. Да говорите, мама, Мамулечка, не дождешься. Придется тебе самой вот тут, в своем огромном доме тихо сама с собой вести беседу. А я пошла, у меня дела. Значит, я могу вот это, вот это и вот это. Все остальное справляемся самостоятельно. Убедительная просьба по пустякам не беспокоит. Все. Вы заявляете позицию, Маша. Ну вот сейчас у меня такое, что первое сопротивление это было то, что я буду работать так, как я считаю нужным, а не так толкучить. Ну ладно, как все нормальные люди. Я понимаю, что у них своя история, у меня своя. Это один момент. А вот еще у меня такая штука из этой же оперы или не из этой. Я вообще не хочу детей. Вот вообще не хочу детей. Я согласна рожать только для того, чтобы оправдываться любимым мужчиной. По-другому никак. Ну вот давайте разберемся, чтобы вы один раз поняли. Вы когда-то были ребенком, не очень любимым. Остаточное это чувство, не совсем осознаваемое, но остаточное, оно идет через жизнь. Есть две крайности в этом случае. Или женщина отторгает то детство, накладывая переносом на ребенка, и понимает, что я не готова на это все смотреть. Вы же своими глазами смотрите, да? Значит, отсюда, как следствие, я не готова иметь детей, потому что мне-то ничего не дали, а я ему что дам. Или вторая крайность, когда женщина, девушка, не важно, у нее проявляется огромная потребность иметь ребенка для того, чтобы исправить мамину ситуацию. И она при помощи ребенка начинает учиться любить, уважать, взрослеть. Это мера ответственности. У вас, соответственно, немножко задачка. За вас сначала все делали, все. Вас ограничивали во всем. А с другой стороны много навешивали, потому что мама сливала все на свете. И у вас получается, что делать, убрать, постирать, кушать, приготовить, это вот обслуживающий персонал, это уже совсем хорошо, это вы такая вышкаленная, вышкаленная. А ответственности вы все на маму перекладываете. Она вас приучила к тому, что когда, ну что это такое происходит, допустим, вы там в школе учились или еще там где-то, вы приходите с инициативой какой-то, с идеей, она говорит, нет, будешь делать вот это. Вы хотите там к подружке пойти, она говорит, нет. И так со временем, адресировка называется, вам отбили охоту какие-то совершать новшества, какое-то движение запускать. И вы потом переносом сразу пошли, ну хорошо, сейчас мама скажи, что делать. Все, вот она вас адресировала. А потом, чтобы двойной посыл был и вы стопудово никуда не делись, она говорит, ну что ж так, как-то ты делаешь, что через одно место. Вот что это такое? Вот как-то совсем грустно. Вот мне стыдно за тебя, да, откуда берется вина и стыд, и вот это вот такое пренебрежение к себе, да, потому что это ежедневная насильственная форма воспитания, которая становится нормой. Как только вы выходите, да, вот выходите из мамы на из папы на ситуацию и с мужчиной, что такое мужчина? Ну вот, в понимании, да, как только у вас отношения, как только вот там перспектива на тему того, что тактильность и в перспективе там секс, там что-то такое, да, значит, у вас одна модель, одна мама, а у него там еще неизвестно. Там тоже есть такой богатый опыт такой, накопленный непосильным трудом, да, и как только переспали, и сразу у вас мама встает, а у него тоже кто-то встает, и вас нету, и начинается битва, или сопли, или что, да, ну, эффективная модель называется. Вот где, чтобы воспроизвести, потому что та боль и то непонимание, которое вы много лет испытывали, оно требует выхода, требует. И в вашем понимании, как понимание любого другого ребенка, очень хочется показать, как же мне было плохо. И я автоматом включаю, и поехала мама наезд, и растерла все, что было рядом. Потом выхожу, говорю, не, ну что ты не понимаешь, что ли? Это любовь у меня такая. А тот сидит, смотрит, говорит, вообще, что было, не понял. Пошел я, наверное. Каждый раз говорю, не зря такая история происходит. Значит, встречаются молодые люди, все хорошо. Она прям такая белая, пушистая, красивая, мягкая, женственная, покладистая, да. До момента, или живем вместе, или замуж пошли. Как только устойчивый секс присутствует, да, она прям с утра встает, глаза на выкате, и прям мамыным голосом начинает его устроить. Он спускается вниз, да, говорит, мужики, что произошло, не знаю. Наверное, сглазили. Или порчу навели там, или еще какую-нибудь ерунду придумали, да. Это кошмар, прям хочется взять и сбежать. Благо гараж есть. Вот так все просто на самом деле происходит. И до тех пор, пока вы не научитесь отслеживать, когда вы включаете маму, маму всегда включаете в ситуации, которая для вас нерешаемая. Когда нужно брать ответственность, когда нужно вести ситуацию, совершать действия поступательные, достаточно длительные по времени. Ну, условно, месяц-два, вести там переговоры, или какие-то вот, ну, что-то сопровождать, да. У вас прям накрывает. И вам самое главное найти, кто же в этом виноват. Все. Почему вам нужно лично ходить? Вам нужно ходить от результата. Сначала вы формируете результат. Сначала вы очень внимательно слушаете и смотрите на мужчину. Он там с папой пришел, с мамой там, кто там с соседом, он пришел, да, одновременно. Очень хорошо учиться слушать позицию, которую мужчина обговаривает. Это их природа. Они всегда это поговаривают, да. Не в плане том, что, ну, все, так, ну, подходит, вроде, да, подходит. Все, надо сваливать, подходит. Что подходит, кто подходит, что подходит, это вот потом будем разбираться. Ну, главное, что, да, вот интересно, вроде за ручку взял, глазки посмотрел, на завтра в кино пригласил. Все, надо валить. Так вы не к нему, вы от мамы. Как только вы от мамы уйдете, тогда вы устаканитесь, что вам от нее убегать не нужно. Тогда вы глазки немножко откроете, научитесь видеть мужчин, с чем они к вам заходят. Ваша жертвенная позиция всегда должна привлекать мужчину, ну, такого немножко жестковатого, недоступного, и который вас без конца строит. Модель менять нужно постепенно, проговаривая для себя, видя на каком, на каком вот этапе, да, на каком якоре вот вы цепляетесь и попадаете в эту жертву. Ну, гипотетически все делать? Нет ничего такого, чего нельзя сделать в этой жизни. Единственное, нужно соблюдать два условия. Внутреннее намерение. Знаете, так вот я всяко говорю, вот смотрите, синее-синее море, огромное такое, да, и вот там есть два корабля. Один плывет там влево, вправо, занесло, поднесло, там куда-куда собрался, неведомо. Ну, все же, как смотришь, что-то там не так, наверное, двигатель не работает. То под парусами, то на волнах, то там чих-пых, то как, ну вот. а другой устойчиво и спокойно в порт назначения. Что бы ни происходило. Вот первое, да, чтобы не влиять, вернее, не находиться в чужой ситуации, чтобы не зависеть от чужого мнения, вам нужно четко понимать, чего вы хотите. Кто не знает, в какой уговорный, то для того нет покупного литра. Вот почему, куда подуло, там я есть. Но если вы отдаете свою точку опоры, чужое мнение принимаете за свое, вы всегда будете играть по чужим правилам. Это закон. И почему мир у нас такой справедливый и достойный? Он всегда дает человека, который вам показывает, какое качество нужно изменить. Ваша жертва должна самоустраниться, потому что это неэффективно. Когда вы жертвуете свое тело, то тело начинает защищаться, и у вас должно быть до обратной реакции. Потому что вы подкладываете себя и понимаете, что это ужас ужасный. Но вы себя продаете, ну, в таком плане, только ради того, чтобы уйти от мамы. Да уйдите вы от мамы самостоятельно, тогда вам не придется себя подкладывать. По крайней мере, вы на первых порах это увидите. А вы соединили цепочку. Мужчина, мужчина, он как обязательный атрибут гарантии того, что вы свалите. По крайней мере, меня не будут трогать, да. Нет, уже мама будет трогать до тех пор, пока вы от нее не отцепитесь самостоятельно. Пока вы по отношению к маме будете испытывать страх, недовольство и желание ей доказать, то бишь бороться с ней, спорить, да. Где бы вы ни были, сколько бы у вас ни было детей, ну, я не знаю, в Америке жить будет, там где-то, в Австралии, неважно. Мама вас там и достанет. Как только вы меняете свое отношение, первый раз осознанно делаете, да, вы съезжаете на квартиру и говорите, мамуля, давай договоримся. Могу я в среду, я приеду, не могу я тебе позвоню. И вы начинаете, ну, проговаривать ей правила, да, условия, на которых вы будете взаимодействовать. Во-первых, вы от нее начинаете отстраняться. Во-вторых, она будет первое время истерить, но вы будете понимать, что вы уже в недостигаемости. Нам же очень сложно понять, что расстояния, как таковые, отсутствуют, потому что эмоциональная часть человека, она или созидает его, да, или разрушает. Вот общение с мамой внутри вас разрушает. Если вы увидите картину настоящую, в которой живет мама, она глубоко несчастный человек. Все ее ожидания не оправдались. Любое вот такое агрессивное нападение, это слабость внутренняя, непринятие себя и разрушение всех надежд, ожиданий и все на свете. Но в силу того, что вас приучили к такой модели, она работает уже бессознательно, на уровне привычки, друг друга увидели и понеслось. Как только вы выходите с этого, и каждый раз, приезжая к маме, или разговаривая, вы начинаете выдавать эмоцию удивления, не раздражения, а удивления. Говорите, мамуля, вот, посмотришь, вот вчера было то же самое. Тебе не кажется странным? Она говорит, хорошо, ладно, хорошо, освобожусь, я тебе позвоню. Не участвуйте в ситуации, потому что она вас берет за болевые точки. А когда вы говорите, нет у меня болевых точек, учусь я, это нормально. Мне мама Марья Ивановна сейчас эту тему со мной обсуждать. Не готова. Занята. Прости, пожалуйста. И перестаете спорить с ней, тогда мама со временем от вас отстанет. По крайней мере, вы не будете выдавать такую жесткую реакцию, которая эмоционально вас сильно истощает. Почему у вас с мужчинами получается? Еще раз, да, чтобы вы понимали, ну, чтобы было над чем работать. Когда мужчина недосягаемый, вы его любите, любите, и все с ним пытаетесь договориться внутри. Там вообще нет в природе такого, что все придумали. Ну, потому что как только вас мама особо не имеет, у вас остается, ну, накапливается условно, что-то получилось хорошего, позитивного по работе, у вас накапливается определенное количество сил, которые вы в силу природы своей, вот привычки, выработанной с мамой, деть некуда. И в это время появляется прям мужик сразу, который вас начинает дрессировать как мама, если мама не успела вас выкачать. А тот, который вот там, абы какой там, абы где, да, тот всегда рядом, как папа лежащий на диване. Ну, это просто есть, ну, что с этим делать-то? Ну, пошла я туда сходила, еще раз подтвердила, что вот это мне точно не надо. И пошла, или маме отдала, или там отдала. Вот он у вас 8 лет и висит. Как только мама не успела, так он сразу подсуетился. Вот вы, знаете, называете дуйная корова. Обслуживающий персонал. С утра до ночи, только обслуживаю. Да, столько, что смогу. Да, теперь нужно учиться обслуживать себя. Только себя. Ну, да. А со всеми остальными взаимодействовать. Имея свою, очень четкую, для себя лично проговоренную, проговоренную и созданную позицию внутреннюю, да. Те убеждения, на основании которых я строю свою жизнь. Уровень зависимости всегда будет порождать огромного количества ситуаций и разрушений. Как только вы привяжетесь к кому-то, включается надежда и ожидание, моментально этот человек, или общая картинка, ну, информационная база, которая будет обслуживать эту ситуацию, она всегда вам будет приносить, что он с женой не разойдется, подружка там его видела с другой, мама прям будет устерить, сердце ложится, скорую вызывать, я сейчас помру, если сволочь, ты не приедешь. Все, я тебя отрекусь там, и ты мне такая сяка, я тебя прокляну там, и все на свете. Вот как только вот вы вот в этом во всем участвуете, то они высосали, мама пошла, орешечки подняла, так у нее так прям хорошо все стало, а вы где успели, там завалились. Вот это нужно видеть, учиться. Не просто, ну, поверьте, это возможно. Нет ничего невозможного. Единственное, что да, как стойкий оловянный солдатик. Сначала смотрю с интересом, говорю, мама дорогая, вы сегодня явно сериал смотрели. Так, это ко мне какое отношение иметь? Никакого. Хорошо, вы тут вот театр одного актера самостоятельно около зеркала проведите, а я пойду, у меня дела. И выходим из ситуации. Это первое, чему нужно научиться. Прерывать ситуацию, не находиться в ней до конца, а прерывать ситуацию. Потом будете проще, проще идти дальше, потом будете учиться проговаривать свою позицию. Потом будете видеть, как вам хочется сказать одно, а говорите по привычке другое. Это самая интересная ступень. Вот думаю, сейчас приду и скажу так-то так. Да что? Голова понимает, а ротик прям так вот выдают. Мамочка любимая, что ты хочешь, я все сделаю, только пожалуйста, не плачь, вот не надо, я все-все-все. Вот мама выработала уровень страха у вас. От этого страха нужно уходить. У нее получается даже наоборот, то есть она давит на совесть словами. То есть я выдаю ее, дорогая моя, прости, пожалуйста, имеешь право на свою картину, я же не более того, но я буду жить так, как я хочу. Это тоже довольно давно тянется, когда я по институту начала работать так, как я считаю нужно. А зачем вы это проговариваете, почему вы так не живете, я не пойму одного. Смотрите, какая подмена. Вы маме рассказываете, как бы вам хотелось, но делаете это ровно наоборот. Меняйте местами, перестаньте маме что-то доказывать. Говорите, хорошо, мама, я все поняла, встала и пошла. И делаю так, как я решила. Вот это называется позиция. А вы маме всю силу отдали, проговорили, потом приходите, и начинается куча сомнений. Потому что реализовывать это нечем. Молчи. А что-то у тебя не получится, там ты дура и все прочее. Конечно. А вы маме говорите, мама, Павлов еще писал, что вот яблони от яблони, а дети в исключительных случаях у мам берут самое лучшее качество. Мама, любуемся. Вот я лучшее, что есть в тебе. И как же ты к себе относишься, это уже другая история. Как-нибудь возьмите маму на телефон, запишите, когда она в апогее рассказывает, какая вы с эпитетами. Потом включите на громкую связь, скажите, мам, это ты о себе, я пойду пока чаю попью. Она же не осознает, что она делает. Не осознает. А вы это все на себя гребете. Вам это не переработать. Она изначально хотела ребенка, то есть она меня хотела, все, и так вот внешне, да, любим безумно, вот, и одна надежда, и все. Надежда на что, Маша? Вот, ты говоришь, что одно и то же постоянно проговаривается, что тебе надо родить детей, ты же останешься в старости совсем одна. То есть у нее, ну, она же говорит мне то, что она думает. А вот, ну, в общем, и я сама дура, поэтому ничего. Да, вопросов нет. Мама, я твое продолжение, самые лучшие качества. Ты просто об этом не забывай. И пошли. Я рискнула о том, что мы с ней одинаковые. Не, одинаковые она, вы не можете быть с ней одинаковые. Она мама, это статус пожизненный. Она вас рожала, значит, это курица и яйцо, да, яйцо всегда хуже курицы. Значит, вы рассказываете ей понятными внешними моделями, да, вот, ну, пониманием. Она училась в школе, в институте. Значит, наши все ученые, так называемые, они все беспрекословные, да, вот, они истину несут. Вот вы говорите, Павлов писал, что дочка у мамы берет самые лучшие качества, как собака, так и человек. Все, мы же тут все одинаковые. Вот, смотри на меня, мама, в любом, вменяательно, да, вот, и любуйся, я самое лучшее, что у тебя есть внутри. Потом записываете очередной скандал, говорит, мамуль, я пока чайку, вот, ты о себе послушай. Характеристика на тему, самая правдивая характеристика на тему. Ты сама с собой. Все, а я пошла. Ну вот, и у нее интересная такая штука получается, я уже вот, только вот до меня дошел, как так вообще, что мысль, я ребенка рожаю, потому что, вот, чтобы меня кто-то любил, да, вот, ну, априори, ребенок зависим от матери. Да, но это же не любовь, да? Да, но это не любовь. Это было, чтобы на кого сбрасывать, а маме было кем питаться. Да, и вот, в итоге, что получилось, что я долгов тут насобирала, теперь ребенок должен. И у меня, может быть, поэт, причине я не хочу рожать, потому что у меня такого... Не, ну она же вам говорит-то, двойной посыл, да? Ты не можешь, но должна, ты не можешь, что должна, что было в детстве. Значит, ваше чувство протеста, а ребенке вообще пока разговора не ведет. Вы даже не представляете, что это такое, потому что вы сама еще ребенок. Я не представляю. Да. А она требует для того, чтобы потом через какой-то промежуток времени сказать, что ну я же тебе говорила. Да. Уже у тебя ничего не получилось, все, ну вот, сиди тогда здесь и обслуживай меня. Будешь этой как-то компаньонкой называется. Она делает для того, чтобы вы никуда вообще не делись. Да. Я с ужасом обнаружила, что на самом деле она... Я поражаюсь просто от этого. Просто поразился. Это не то, чтобы обиды, я просто пришла в ужас от того, что... Не то, чтобы она не хочет, чтобы я там семью создала, еще что-то. Она не хочет про несчастья. Подождите. Нет, нет. Ну давайте вот так глубоко, ну это вы уже придумываете себе. Она другой модели жизни не знает. Ее мама поступала с ней точно так же. Это знаете, как в армии дедовщина. Вот из поколения в поколение. Ну, она делает то же самое, что делали с ней. Я же проговариваю. Вы сейчас ищите мужчину, ну типа, потому что замуж выйти, от мамы идти, ну типа, потому что замуж выйти. Никогда не сойдется ожидание, вы же хотели от мамы уйти, понимаете? Почему очень важно входить в ситуацию честно. Значит, тот мужчина никогда, сколько бы он ни делал, он никогда не оправдает ваши ожидания. Значит, я в апогее природу использую, рожаю ребенка. И потом этот ребенок всю жизнь будет виноват, что вот этот мужчина не оправдал надежды. Все будет одно и то же. Почему вам нужно поэтапно решать задачу и видеть, что вы делаете? А с ней ее мама поступала точно так же. Она другой модели жизни не знает. И с вами она отыгрывает. И она навязывает у нее, мне такого не надо, спасибо. Такого мне не нужно. Перестаньте защищаться. Перестаньте защищаться. Это бесполезно. Вам нужно учиться видеть. Потому что на защиту тратится больше 60% сил ежедневно. И плюс о маму покорми и всех остальных у вас на себя вообще ничего не остается. Вы работаете только на том, что кушаете. Я так и жила. Сейчас я от этого отказалась и возвращаться больше не собираюсь. Потому что у меня и в день появился свободный. Ну, понятно, что если перестаешь быть домоуправительницей, появляется куча свободного времени для своих занятий. Но маме я доказывать больше ничего не хочу. Потому что это я понимаю, что... Да она ничего не хочет доказывать. Она хочет вашего подчинения беспрекословного, чтобы оправдать свое вот это вот сосуществование. Да, и все. Все гораздо проще. Маша, это вы раздули вселенскую трагедию. Правда. Потому что ваши ожидания по отношению к маме как маленького ребенка, любви, понимания и вот что я хорошее, что я замечательно. Папа, пойдем дочь, я тебе мир покажу. Пойдем там вот, чтобы ребенок взращивался в любви, заботе и безопасности. Ну, уже проехали машину. Уже все. Уже поезд ушел. Теперь все это организовываем себе самостоятельно. И пока не организую, все остальные, вот они правда, все свободны. Потому что основная масса времени, усилий, понимания, зарений, я не знаю, там просветлений должна делаться к себе самой. Что делаю, куда иду, по какой причине, зачем, почему. Вот нужно себя научиться увидеть, где включаюсь, где обида, где претензия, где защита. И потихоньку это выравнивать. А что делать, тоже опять же, возвращаясь, это все оттуда же. Ну, я угадала, что заодно будет чинить все затруднения. А у нас все оттуда, больше неоткуда. Вот это вот дурацкая стеснительность, то есть, о любви, я никогда не звоню, не пишу. Выставить никогда. Только по празднику. На день рождения я звоню, на 23 февраля пишу. Я не могу себя составить, хотя мне иногда очень хочется. Вот у меня там в голове, что вот, не до меня, там туда-сюда. Подождите, разделяем, да, вы сейчас собрали две ситуации. Когда мне что-то хочется сделать, в силу того, что я к себе отношусь бережно, с уважением и знаю, чего хочу, я прям понимаю, что как только я делаю то, что мне хочется, я сразу получаю удовольствие. и мера ответственности вашего любимого наступает с момента, когда вы это письмо отправили. Вот вы честно написали, да, свои, ну, я не знаю, там, представления, там, поздравления, не знаю, не важно что, да, и вы, вот, вам стало легче, не потому, что вы ему написали, а потому, что вы позволили роскошь себе принять решение, совершить действие, и увидеть, как вы наполнились тем, что я могу, да, это же очень сложно приучить себя вот к этой, к убежденности, что я могу, мы же ничего не можем, мы же как эти, порубашкины, да, как Буратино, не обтесанные, у нас же мама все делает, а потом мама говорит, ты не умеешь ничего, и я начинаю маму воспроизводить, потому что другого вообще никто не позволял ничего делать, понимаете? А когда вы сделали, а как он на это будет реагировать? Что он вы при этом будет испытывать? Это вообще не ваша история уже, ну совсем не ваша история, это его мера ответственности, вы со своей историей разбираетесь, на самом деле сейчас не очень много людей, которые бы искренне хотели кому-то что-то написать, всегда есть двойной посыл, ну вот я вам к слову говорю, так, чтобы вы понимали, и позволять себе делать приятные вещи другим, это классное качество, зачем себя в этом ущемлять? И зачем себя в этом ущемлять? Позвольте себе подарить человеку хорошего настроения, там, да, вашего внимания, позвольте, уважения своего, тогда и он к вам со временем будет относиться точно так же. Понимаете, что происходит? Вы себя сначала накрутили, очень хочу, 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 а потом запретили, как мама, а потом раздулись, такой, как мячик, и ходите, пыхтите, потому что это все нужно переработать, и тут приходит мама на мячик на ваш, и вы прямо ей это все выдаете, все, в итоге что сделали? Себя убили, себя убили, потому что опять подтвердили, что не могу, опять подтвердили, что не нужна, и легла под одеяло, и лежу сутки, сплю, вообще не кантовать. Восстановительная база включилась. Ну, совсем все просто. То есть, получается, что мне захотелось, делаешь и не думаешь, а чего там, как он там, понравится, не понравится. И еще раз, еще раз, вот услышьте меня, да, когда вы человек взрослый, хотите проявить форму внимания другому человеку, да, это должна быть корректная форма, четкое понимание, кому я пишу, и понимание того, что я на это не залипну, и никакие ожидания не включаю. Да, это счастливое письмо, так называемое. Вот я отправила, с кусочком счастья поделилась ему вниманием, и все. Это не говорит о том, что я теперь должна это делать каждый день. Это не говорит о том, что я тут сижу, теперь скулю и жду его, он возьмет меня, не возьмет. Это не говорит о том, если он мне не ответил, что я какая-то недоразвитая, неумная, ненужная, никчемная, такая-сякая. Я просто с человеком, да, поделилась своим хорошим настроением, или своим вниманием, да, или там вот своим посылом. Все, это вас больше ни к чему не обязывает. Ну это ж вот маньячить, конечно, можно, еще лет 30, Маша, потом уже не к чему будет. Это ж вы с посылом так уже посылаете, да? Значит, выгода какая-то есть. Выгода? Конечно. Надежда включается. Конечно. Да, ну вот это ж уже не посыл любви, внимания, и уважения. Это уже надежда завуалированная. Замазанная такое. И потом, опа, и ушки на макушке. Это ж уже было когда-то. А потом идет, почему останавливается? Потому что был не ответ, были несбывшиеся ожидания, были несбывшиеся надежды. И пошла обратная реакция. Вы сами себя начинаете убивать. Что, зачем ты будешь писать, потому что это будет как в прошлый раз. Ну, в прошлый раз это был другой человек, а на это уже сколько там штанов надели и папу, и предыдущих, и будущих, и настоящих. Видно, я не знаю, как он с этими штанами-то справляется. Ему же ходить-то неудобно. Да, наверное, пожалуй. А все-таки, а если вот, ну, до горизонтальной плоскости опять же выключать маму, что я, вот такая какая есть. А какая я еще раз? Потенциал имеется, только я все прячу, прячу. Ну, так вот сначала проявите себя настоящую, а потом уже будете действия совершать. Вы не хотите проявиться, а хотите результат, а так не бывает. Будет результат мамы. Потому что модель, да, модель вы используете мамыну. Мысли мамыны, повадки мамыны. Все мамыны. Тогда смотрим на маму внимательно, мама всей жизнью показывает вам, что вас ждет впереди. Нет, спасибо. Тогда меняем модель. Не хочу. Нет, я вот только недавно до меня дошла, я слышала кусочек какой-то записи вашей, да, что даже если идешь от противного, все равно модель родительская. Конечно. От того, что действительно, только мама рот раскрывает, как следует, раскрывает рот, вот, а я все это вот надуваюсь. Серый кардинал, вот таким образом. Но тоже надуваюсь. Серый кардинал человек умный, он никогда не участвует в ситуации, он всегда находится вовне. Почему его и называли серым кардиналом? А вы находитесь в маминой ситуации, но уровень страха зашкаливает, вы внутри ведете колоссальный с ней диалог, а здесь пытаетесь все это замазать. А я вам предлагаю другую историю. Когда вы выходите из ситуации, да, съезжаете на квартиру, четко видите, что вы сама, вы должны увидеть это все. Мама начинает наезд, а вы включаете интерес. что это такое в общем? Интересы и удивления. Еще раз, пожалуйста, я сейчас не поняла, ты о чем? Маму начинаете включать в свою ситуацию. Но в силу того, что эта связка, она в принципе рвется быстро, если человек осознанно поступает, то мама через недолгий промежуток времени найдет другого товарища или товарищницу, которую будет иметь, потому что она к этому привыкла, это наркота. Она умножла. Вот. Так что вам будет доставаться все меньше и меньше. Значит, вы все больше и больше будете самостоятельно. Если будете отслеживать свои поступки и мысли, да, посылы такие на основании чего вы делаете, то в большей и большей степени вы будете успокаиваться. Единственное условие, да, вам конкретно нужно ходить от результата. Начало нужно видеть результат. Понимать, что я хочу. Да. Какая я. И потом на основании этого состояния внутреннего результата уже совершать действия. Ну, представляться условно. Сначала вы включаете в себе достоинство, да, терпение, понимание и женственность, и потом только с мужчиной рот открываете. А не наоборот. Сначала все, что могу, а потом в кровати говорит, ну я женственная. А что так-то? Да, но все, что смогла, я уже сделала. Мама отыграла стопудово. Не получается. И страх, и все, публичность ужасна. У меня в общем-то не имеет особого значения, что там будет про меня говорить. в последнее время что там сказали? имеете право, считайте, что это ради Бога. Нет, спасибо огромное, что вы так ко мне бережно относитесь. Ваше внимание для меня очень важно. Спасибо огромное. А для того? Это внимание, это человек окрашивает себе там уже словами всякими, все на свете. Но вам нужно понимать, любое обращенное к вам действие, это уже внимание. даже если вас там обзывают, вы говорите, ну я понимаю, что вы других слов не знаете, но вот очень спасибо огромное, что вот да, я понимаю, спасибо вам за ваше внимание, спасибо огромное. Не более того, вы в кине своем и все остальные так же. Не вас видят, Маш, видят похожий персонаж. Да, но внимание вы получаете, как только вы научитесь это внимание себе во благо. Накапливать, у вас все проекты пойдут, потому что сила появится. У меня вот это вот какой-то жуткий, я не знаю, как это назвать, перфекционизм или что-то вот, вот чтобы было все вот совершенно. Если чистота, то идеальная, если батар, то батар конкретный. Это ваш страх к маме, что она будет без конца оценивать. А все, да. Да, перерастает вот это состояние незаконченности. Почему вам? Нужно научиться результативности. Сделали, да, что такое уборка? Вы, ну, условно, ведете свое хозяйство таким образом, чтобы на момент времени два часа ваша емкость усилий, да, вот физических имела определенный результат. Значит, когда вы начинаете убирать, два часа убираете, вы выстраиваете модель так, что, ну, с дальней комнаты на кухню, вы видите, что вы получаете свой результат и заканчиваете на момент, я не знаю, унитаз помыла, точка. Потом села, чай помыл, попила, и говорю, молодец, молодец, два часа, все хорошо, взглядом прошла, результат увидела, все. Но вы ограничения ставите себе самостоятельно, емкости времени и наполнение движений, тогда никто не сможет вами управлять. У вас будет вырабатываться вот эта ваша собственная схема собственных поступков и собственного результата. Через там три воскресенья вы будете спокойно уже знать, где вам что нужно взять, куда вам что переставить, поставить, и вы это будете делать схематично, без затрат вот таких внутренних сопротивлений, что что-то не так, да, и сразу глазами будете видеть собственный результат. Потом будет этот час там 45, да, и в конце концов условно вы придете до полутора часов, когда вы в этот момент физически делая качественную уборку, вы еще в этот момент сможете отследить там какие-то свои нужные идеи и задачи. Ну а что касается там внешности или того, что по работе я могу до бесконечности переделывать? Еще раз, результат ставим. То есть нет предела совершенству. Да. Вы должны всегда знать, что вот за такой, я не знаю, условно проект, да, вы получаете такую сумму денег. И больше ничего. Больше ничего. Это будет следующая история, да, следующая сделка или следующий договор. Вы опять садитесь, обсуждаете, за какую сумму нужно что сделать, да. Качественно это делаете, отстраняетесь на полчаса, ну если вы что-то пишете там, или я не знаю, потом через полчаса заходите, еще раз читаете и позвольте себе три ремарки, четыре. Сделали четыре ремарки, сохранили в компьютере и все, и пошла гулять. Молодец опять, да, чай попила, молодец. И это я сделала. Нужно жить, учиться результатами. И это сделала, и это закончила. И тут поговорила, и тут интерес проявила, да, тогда вы потихоньку будете успокаиваться. А у вас бесконечность, вы не заканчиваете и ситуация и дела не заканчиваете. Вам, ну, нету. Тысячи, 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 я и конца крайне. Нет, вам нужно научиться на сегодняшний момент, сегодняшнего дня потихоньку завершать все ситуации, все дела, которые есть на сегодняшний момент. Своим решением, своими действиями и умением ставить точку. Это касается и отношений, и там, обещаний, и самой себе данных каких-то там, идей, которые вы хотите сделать, да. Потихоньку, не надо сразу все, потихоньку сделала, точечку поставил, галочку поставил, все, это сделала, это сделала, это сделала. Ну, ходим от результата. Ну, то бишь, от нужности, да, есть проекты нужные, необходимые, те дающие там уровень комфорта, условно, дающие вам деньги, да, а есть это общественные, а поговорить. Вот на поговорить оно вам надо, а денег там, проект вы запустили, да, и потом вы делаете емкость своего процесса, вы знаете, сколько вам в неделю нужно сделать, для того, чтобы проект двигался, да, двигался в хорошем, нормальном русле, чтобы вы имели там, ну, понедельно какую-то оплату. Все. Потом выстраивается дисциплинарный график. Вы знаете, что в понедельник и в пятницу вам нужно, я очень утрирую, но тем не менее, написать две статьи, чтобы там в субботу и воскресенье у вас это вышло. Вы садитесь в понедельник с утра, кофе попили. Говоришь, Маша, ничего личного, пойдем. Сели за компьютер, написали статечку, вышли, полчасика погуляли, опять зашли, 4 ремарочки сделали, сохранили, кнопочку поставили, так сделала. Следующий этап. И вот так поэтапно и пошли, и вы, ну, наладите свою жизнь. Это очень просто, на самом деле. Все равно определить, определить точную конкурсность, намерение определить. Что вы в итоге хотите получить? А потом от итога начинаете разбивать идущую на себя ситуацию по периодам. И в этот период вкладываете действия, да, и четко их соблюдаете. Все. Дисциплина называется. Нельзя. Вступать от графика нельзя. Если на это есть основания. А если тупо лень не хочу, или, ну, потом, да, то и результат будет такой же. Понятно. Это все, да, это понятно. Ну, а еще такой вопрос у меня все-таки. Из дружи можно выйти? То есть мне четко обозначили дружу и все. Хорошо. Ну, вы с ним сначала подружите. Вы перестаньте по отношению вашему мужчину ожидание включать. Увидьте его другом. Он же вас дрессирует. Да? А вы говорите, друзья вот так разговаривают? Подожди, вот у меня есть два друга, они так со мной не разговаривают. Мужчина, вы как-то не очень правильно себя ведете. Да, немножко юмор включаете, такое полегче должно быть. Определились дружим все? Вопросов нет. За руку не берем, в кино не зовем. Дружим. У тебя все хорошо, у меня все хорошо. Договорились. Все, классно. Все, пожалуйста. И учитесь слышать, что вам говорят. Вы с ним имеете интим? Нет, не имеете. Ну, дружите, чего вам мешать. По пятницам ходите в ресторанчик. И внимательно его слушайте. Что он вам рассказывает о своей непростой жизни? И потом будете делать выводы. Я же хочу помочь. Я хочу, чтобы человек был счастливым. Слышите, себе помогите сначала. Да? Не раздаем себя даром, пожалуйста, Маша. Вот это первое, чему учимся. Потому что ваша помощь, это я тебе сейчас сделаю, на крючок посажу, потом жданку включу. Потому что я что, уже сделала, теперь ты мне будешь должен. Ничего он вам не должен. Ну, как не, ну, как не, ну, как не. Что такое понравиться? Что такое понравиться? Что такое понравиться? Это задушить человека своим вниманием, своим обожанием, своими булочками, я условно говорю, да, булочками, временем, все, вот его в клетку, чтобы никуда не делся. Я тебе все сделаю, только сиди. Ну, как вы думаете, что он начнет делать? Он прямо с этой клеткой побежит по бездорожью. До первого, как это, шиномонтажа, чтобы ее снять. У меня, конечно, заскок в том плане, что еще такой заскок. Если у меня раньше было только то, что я, если я не люблю человека, ну, вот я не чувствую вот этого вот такого, я вообще с ним никаких отношений не подала, там, хороший, замечательный. Откуда у вас только пренебрежение? Вот у вас прям лицо так выворачивается от этого пренебрежения. Откуда оно у вас? Это что, мама у вас такая, что ли? Вот лицо прям меняется. Вот это вот. Отслеживаем себя, отслеживаем. У меня было прозвище интересное, пока я в институте училась. Мисс Феминизм. Сейчас, конечно, очень изменилось. Ну, до феминизма, причем у меня был зверский такой феминизм. То есть я мужиков вообще не видела. Но стоило встретить нормальных, порядочных. То есть нормальных, порядочных. Понять, что они существуют. И все, как-то вот. Я верю, что они есть. Но у меня вот теперь за сколько? Если меня еще не любят, то я вообще отношения не могу. Каня, я же уже с мамой-то по-сю пору в Саити. Она же меня не любит. Ну так это ж как? Вот сначала меня полюбите, а тогда я к вам не зайду, да? Гордыня называется. Да. Ну так вы же расположение дайте. Я стою в позе, любите меня, любите. Да? Маму много кто любит? Вот мама у вас должна быть как картина Джаконды. Смотрю на маму и понимаю, как делать не надо. И прям маму у себя отслеживаю. Как только рот открывается, гадость сказать. Говорю, Маша, не надо. Уже ж видим. Смотрим, поворачиваемся в сторону мамы. Говорю, мама, спасибо огромное. Но если я не знаю, что это такое, ну как же я могу делать оценку другому человеку, если у меня нет критериев, да? Вот, ну, понимания, что это такое. Так я же сразу тут как мама, да? Вот, вы же сразу тут даете. Нет, это недостаточно. Это ты еще недостаточно любишь, я знаю. Недостаточно. Нет, справа налево, пожалуйста. А, нет, справа налево не получается. Слева направо давай потанцуем. Вот это у вас любовь называется. Это чтобы человек полностью вам подчинился. Еще раз вы отыгрываете модель с мамой. Ну так мама здесь, причем к другому человеку? Представляете? Он заходит к вам с чистым и светлым условно. А вы тут маму включаете, перекошенная личика, да? Феминистка иногда выходит, и пренебрежение тоже. Это я так любви требую на минутку. Что я взамен получу? Отдать все маму. Почему еще раз говорю? Решайте сейчас задачу выхода из маминой ситуации. Выхода, Маш. И начинайте свои правила, да? Вы принимаете решения, когда вы с ней разговариваете. Включайте интерес. Не осуждение и обиду, а интерес. Каждый раз, да? Отслеживайте мама, по какой причине, когда, как часто. Да? Исследователь такой. Вы у нас исследователь своей жизни. Кто у кого-нибудь со мной тут рядом? Чего они от меня хотят? Как я на это дело реагирую? Прямо заведите себе тетрадку и пишите. Сегодня была на высоте. С мамой завязалась в апогей. Ору и думаю, Маша, мне это зачем? Чтобы вы в конце концов увидели, что вы делаете. В этом нет ничего плохого. Но до тех пор, пока вы не увидите, Маш, жизнь не изменится. Нет осуждения и нет непонимания. Есть абсолютная калька. Потому что у ребенка нет выбора. Вот как мама увидела, да? Вот я на нее и похожа. Почему происходит неудача по жизни? Потому что у меня есть, как и у вас, есть своя задача, да? Свои желания. Но мамы на желание не дают протиснуться. Потому что вот этот чай лучше, вот эта юбка лучше, вот сюда не ходи. Эти плохие, эти такие. Это то, это сё. Понимаете? Вот и идет огромный внутренний мир, начинает как каша вариться. Так вы маму уберите, и тогда будут проявлены ваши собственные желания. И вы будете нести ответственность и понимать, как их в мир произвести. Ну, мне только от нее абстрагироваться полностью, потому что... По-другому вы не вылезете, потому что срабатывает очень устойчивая привычка. Как кнопка красная. То, как дома подъезжаю, оп, сразу всё, бойцовская стойка встала. Вне зависимости, пересечетесь или нет. Вы уже пошли маховик раскачивать. Только это убирать. Себя воспитывать, а не это убирать. Оно само уберется. Увидеть это надо, Маша. Увидеть. В работе дисциплина? Да, как и везде. Дисциплина это первейшее, что человеку нужно научиться. При помощи дисциплины можно взять усердие и дисциплину. Крейсер прям пошел. Корабль белый, красивый, прям пошел. На курсы пошел. Тут все с ума сходят, лодки бьются. Вы говорите, я понимаю. Я понимаю, ребята. Да, у вас вот такая история. А мне вот туда надо. Ну, всегда с уважением. Да, и всегда с таким чувством, что... Вот я могу, конечно, объяснить, но насколько это вам нужно. Опять интерес включаю. Ну, учитывая их интерес, у нас в первую очередь все-таки свои. Первичные. Если вы не научитесь, то все остальное это вторичная история. Совсем вторичная. А здесь просто брать и отдавать, и все. И не думать. Выключивая. Еще раз. Не просто давать, да. А когда вы чувствуете в этом потребность. Да, да, да. И ничего не ждать. Просто взял и дал. Вот написала, говорю, чмоки, чмоки. И, пожалуйста, не отвечай. Да, вы... Я так и... Ну, все. Вы же не ему пишите. Вы же себе даете возможность проявиться, да? А как он это прочитает? У него же там свое кино. Просто я немножко засидела, заждалась, поэтому... И вот опять началось это давление, что там пора замужем ходить, детей больше уже не успеешь родить. Вот там началось давление, и все. Нет, вам нужно от мамы уйти сначала. Как только у вас вырабатывается мало сил, вы в анабиозе. Да, уныние называется. Состояние уныние. Бах, ничего делать не хочу. Мама начинает быстренько педали. Так, ну-ка давай, динамо-машину запускай быстро. Чтобы пошла вот эта вот внутренняя такая энергетика, да? Неважно, плюс-минус, какая она пошла. Сила начала вырабатываться. Давай, а то мне кушать нечего. И вот она вот начинает. Маша, тебе замуж, тебе то. Маша начинает злиться, раздуваться. Мама говорит, да-да-да, давай еще, 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 еще. Опа, пошли, давай, Маша, все, спасибо огромное, я пошла. Ну, как хочешь. Они обычно так говорят, ну, как хочешь. И прекращается, и ушла. А Маша сидит, глазки в кучу собрала, говорит, что-то было, неважно. И под одеяло лежит, говорит, все, выноси. Точно. Так, ну, значит, маме надо говорить до свидания. Маме, говорит, надо спасибо ежедневно. Она говорит, мамулечка, спасибо огромное, конечно, что ты мне показываешь, как жить не нужно. Вот прям смотрю на тебя, говорю, спасибо огромное. В пятницу приеду, чаю попьем. Сейчас занята. Давай, чмоки-чмоки. Все. Весь разговор. То бишь, вы маму возвращаете к себе. Тогда она со временем перестанет вас делать. Но при этом вы эмоционально не участвуете. Все понятно. Все понятно. Спасибо, Рина, огромное вам. Да, пожалуйста, трудитесь, девушка. И все у вас получится. Хорошо? Конечно. Тетрадочку заводить. Взаимно. Взаимно. Как мне надо себя вести. Как относиться к себе бережно. Да не дрессируйте же вы себя-то. Господи, Маша, это мама вам все рассказывает, как вам нужно себя вести. А вы себя взращиваете. Вы себя познаете и узнаете. Разницу чувствуете, не? Вот палач прям стоит с битой и по голове вам долбит. А вы говорите так, свободный. Я к себе отношусь, как к цветку красивому лилии. Его надо поливать. Его надо орошать. Там земельечку так вот, да? Так, чтобы он расцветал. А для этого сорняк и все остальное нужно убрать. Но убираем это с пониманием. Не через агрессию, не через противного. А просто мы это перестаем делать. Потому что не даются результатов, какие бы я хотела достичь. Понимаете? Не создаем сопротивление. Договорились? Да. Трудитесь, девушка. Трудитесь. Всего доброго. Пожалуйста. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok